Отношение к вакцинации от гриппа у некоторых наших респондентов оказалось крайне негативным. Я прививалась от гриппа несколько лет подряд и болела очень тяжело, всегда переносила тяжело. То есть у меня два раза в год стабильно болела. Когда перестала прививаться, болеть продолжала, но легче. То есть от гриппа сейчас не прививаюсь, это я прошла на себе. Вот против этого, потому что, вот, я таки не уверена в вакцинах. Все знакомые, которые делают эту вакцинацию, буквально через пару недель начинают болеть. Просто по опыту уже, я не делаю. Во-первых, не доверяю качеству. То есть я считаю, что все-таки там больше замешан бизнес, да, то есть это отмывание денег и так далее. Проверить это никаким образом нельзя. То есть как минимум там некачественные прививки, как максимум их хранение, перевозка тоже вызывают. Очень много подозрений, сомнений, очень много негатива по этому поводу. А позитива практически нет. Вот, поэтому, поэтому категорически против. Ну, не знаю, я как-то, наверное, интуитивно больше. Как бы потом, ну, такие плановые прививки мы, в принципе, все делаем. Но почему-то как-то прививка от гриппа у меня пока вот не вызывает еще того доверия, наверное, которое должно. Ходят слухи, что не всегда вакцина хорошая. И были такие примеры у нас из знакомых, которые были очень недовольны результатами. И, кроме того, после прививки все равно болеют постоянно. Поэтому, конечно, народными методами больше. Одесситы надеются на силу иммунитета. Ну, я не знаю вообще суть прививок. То есть, я не врач, как бы. Но я знаю, что если я буду заниматься иммунитетом, он будет работать, то все будет хорошо. Я вот болела последний раз в сентябре. И то потому, что я была вообще в другом городе. Я была не одета, я ее просудилась. То есть, в Одессе, в таком климате, если я буду нормально, как бы, делать какие-то усилия, то я не болею. Нет, я не прививаюсь. У меня нормальное здоровье. Я стараюсь ее поддерживать, заниматься иммунитетом, пить всякие, там, чаи от гриппа, заниматься спортом. Это супер важно. Вот. Следить за здоровьем, но, как бы, не медикаментозным способом. Нет, прививки мы не делаем. Ну, от гриппа не делаем. Ну, витамины мы и так круглый год кушаем. Оксалиновая мазь, наверное, единственная, о чем защищаемся, да и все. Витамины природные и аптечные одесситы считают едва ли не панацеей. Витаминки попьем, витамин С, и все. А так, в принципе, ничего больше особенного делать. А, еще квашеную капусту будем есть. Тоже, говорят, очень полезная. То есть, овощи, фрукты максимально природными способами. По минимуму лекарств, точно не прививки. Из лекарств может быть витамины, все, больше ничего такого. Чаи всякие, имбирь, лимон, мед. Питание вообще стараюсь, там, больше овощей, чтобы как-то хватало всех микроэлементов. То есть, чтобы организм не голдал, был иммунитет в порядке. И тогда, как бы, ну, все хорошо, я не жалуюсь на здоровье. Это витамины, естественно. И, кроме того, определенное питание, стараемся больше фруктов, больше цитрусовых. Ну, имбит, там, как обычно, наверное, большинство людей это делает. Комплекс витаминов каких-то пропивают дети в основном. А сами вы не пьем? Сами мы не пьем, да, в основном для детей это делаем. Каждый год с самого детства, как меня учила моя мать, я перед зимним периодом принимаю комплекс витамин. Ну, вот, в принципе, мои меры на этом и заканчиваются. Я считаю, что лучше это прогулки на свежем воздухе, как летом, так и зимой. И чай, я фанат зеленого чая лично. То есть, я, ну, надаю предпочтение этому варианту. Наш чеснок, наш лук, все, которые, естественно, фитоциды. Все внутрь. Почаще бывать на свежем воздухе. Потому что нас окружает миллион вирусов. Вот, и какие вирусы мы поборем, поборет наш организм, мы будем сильнее. Лишь одна одеситка признала эффективность противогриппозной вакцинации. Прививки от гриппа. Ну, в принципе, почему бы и нет, пусть ставят. Сейчас гриппа в миллион форм, поэтому тут каждый год можно ставить эти прививки.